Слушайте доктора. Как мы отмечаем этот праздник, то как мы относимся к пожилым людям, к пенсионерам, как мне кажется, напрямую показывает наши отношения к себе в том числе. Я слышала о том, что в центре Лайт есть специальная акция, которая будет действовать весь месяц именно для пожилых людей, для пенсионеров. Расскажите, пожалуйста, об этом. Вы абсолютно правы, Вера. Во всем мире, и Россия не исключение, День пожилого человека отмечается с 1991 года. Это связано с тем, что в целом в мире стоит проблема так называемого демографического старения. Что это значит? Это значит, что увеличивается доля пожилых людей в общей численности населения всех развитых стран. И в настоящее время Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, принято определение пожилых людей. То есть это люди, достигшие возраста 60 лет. С 60 до 75 считается человек пожилым. А после 75? А после 75 уже, к сожалению, старым. Но, безусловно, эти критерии могут меняться с течением времени, потому что мы знаем, что в целом люди меняют свое отношение к возрасту. И если раньше в 35-40 лет человек считался пожилым, то в настоящее время до 44 лет, опять-таки, та же Всемирная организация здравоохранения считает, что это молодые люди. То есть и в 75 лет можно быть молодым душой, активным человеком. Да, хотя формально, согласно определению ВОЗ, это уже начинается старческий возраст. Но мы сегодня говорим в целом о пожилых людях, поэтому будем говорить о людях старше 60 лет. И в частности о пенсионерах. Да, да, да. И почему важен этот праздник? Не только в нашей стране, но и во всем мире. Потому что, во-первых, я считаю, что мы отдаем дань уважения людям пожилого возраста, которые, безусловно, очень много сделали для развития страны, для нашего общества. И, наверное, приходит время говорить им спасибо. И, во-вторых, что очень немаловажно, благодаря этому празднику имеется возможность привлечь внимание общественности, населения к проблемам пожилых людей, улучшения их качества жизни. И благодаря всему этому появляются у государства какие-то инструменты создания определенных условий, благоприятных для так называемого активного долголетия. Причем не только у государства, как мы видим, но и у коммерческих структур. Да, да, да. И Лайт не исключение. Центр диагностики и лечения Лайт очень серьезно подошел к этой проблеме, потому что у нас очень много на приеме пожилых людей, и мы хотим создать для них максимум комфортную среду. И приурочив к дню пожилого человека, Лайт проводит акцию с 1 октября по 31 октября действует акция скидка 15% абсолютно на все услуги медицинского центра Лайт. Это касается абсолютно всех приемов консультативных врачей, это касается всех инструментальных методов диагностики, это касается различных манипуляций и всех лабораторных исследований. В программу не попадает только, естественно, педиатрия детства, потому что не актуально для пожилого человека, но и стоматология. Об этих услугах мы еще чуть подробнее поговорим. Ирина Ивановна, вот расскажите, пожалуйста, вы назвали факторы, которые влияют на долголетие. А вообще какие факторы важны для того, чтобы оставаться здоровым, счастливым, успешным человеком и после 60 лет? – Очевидно, все эти факторы можно разделить на две большие группы. Это факторы, на которые мы не можем влиять, к сожалению. Это, безусловно, наша наследственность. Но ученые в настоящее время уже доказали, что 20% только вклада в наше здоровье имеет наследственность. 20% играет роль экологии, это тот фактор, который человек может только опосредованно на этот фактор оказать влияние. И всего 8% – это уровень медицины, развития в стране. Для меня тоже это было удивительным. И получается, что 52% – это наш образ жизни, это наши привычки, это наши отношения к жизни. Это наши отношения к себе, к своему здоровью. И вот, наверное, об этом мы сегодня и поговорим. – То есть как раз то, на что можно повлиять. – На что можно повлиять. А повлиять можно на образ жизни, на правильный образ жизни, на активное долголетие. Вот о чём мы сейчас и говорим, на активное долголетие. – Да, давайте всё-таки определимся, что такое активное долголетие, что включает в себя этот термин. – Термин активного долголетия включает в себя качество жизни пожилого человека. Когда пожилой человек, не доживая, так скажем, свой век, а ведёт активный образ жизни, радуется жизни, имеет определённый уровень и физического, и психического здоровья, позволяющего ему пользоваться всеми благами жизни, быть полезным обществу и прежде всего своей семье. – И это очень важно. И я думаю, что семья, где есть пожилой человек, а у нас у всех есть бабушки, дедушки, папа, мама и так далее, должна для своего любимого члена семьи, который вступил уже в пожилой возраст, создавать максимум условий для активного долголетия. – Обязательно. Это и благодарность, конечно же, нашим бабушкам, дедушкам, мамам, папам. – Ну, я думаю, что должно быть потребность у человека отдать своему близкому родственнику максимум тепла, заботы, когда он вступает уже в такой серьёзный период своей жизни, который называется либо старостью, либо пожилым возрастом. – Итак, давайте поговорим о том, что же мы можем сделать для пожилых людей, для наших родных, близких. Вот эти 52% образа жизни, какие критерии, какие факты он в себя включает? – Я думаю, что на первое место нужно поставить всё-таки отношение к жизни, позитивное, активное отношение к жизни, потому что от того, как мы мыслим, наверное, зависит очень много. – То есть психологическое старение? – Да, психологическое старение стоит на первом месте. И чтобы человек хотел жить, чтобы он хотел творить, несмотря на свой возраст, наверное, нужна любовь, теплота близких людей, потому что это стимулирует человека к жизни. – Когда есть внуки, когда есть дети, когда есть друзья, когда есть семья, безусловно, пожилой человек будет заботиться о своём здоровье и будет пытаться вести активный образ жизни. – Поэтому прежде чем перейти вот к таким чисто медицинским аспектам сохранения здоровья, мне вот именно хотелось сказать о том, что надо хотеть жить, надо интересоваться жизнью, интересоваться политикой, искусством, литературой и чем угодно, что интересно человеку. Потому что уже доказано, что чем выше интеллект человека, чем он активен вот именно в социальной среде, тем он дольше живёт, даже несмотря на имеющиеся болезни. И я думаю, что мы можем приводить тысячи примеров, когда различные наши учёные, уважаемые люди, актёры сохраняют абсолютную ясность ума, прекрасный интеллект, ясность мышления, несмотря на очень почтенные годы 90-е и выше. К этому надо стремиться, с них нужно брать пример. А если говорить о сохранении именно уже физического здоровья, наверное, нужно поговорить о наиболее значимых заболеваниях, группах заболеваний, которые, к сожалению, рано или поздно приходят к человеку с возрастом. Это прежде всего сосудистые заболевания, это онкопатология, это патология опорно-двигательного аппарата. Наверное, все болезни мы сегодня не сможем перечислить, но группы заболеваний и основные заболевания, которые влияют на качество жизни наших пожилых людей, я думаю, что у нас есть возможность сегодня поговорить о них. Да, но самое главное, что мы сегодня сделаем, как мне кажется, это то, что мы выделим особенные такие вот звоночки тревожные, чтобы пожилые люди, уважаемые пенсионеры обращали внимание на своё здоровье, чтобы их дети и внуки обращали внимание, что происходит с их родителями, с их близкими. И вовремя обращались к специалистам. Давайте об этом поподробнее. Замечательно. Мне прежде всего хотелось бы поговорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, потому что смертность от патологии сердечно-сосудистой системы в нашей стране очень велика. Она выше, чем в других развитых странах. Я думаю, что это комплекс факторов, но и здесь менталитет наших пациентов тоже имеет безусловное значение. К сожалению, очень часто наши пациенты обращаются поздно к врачу, когда уже сформировалось заболевание. Потому что от чего умирают люди от сердечно-сосудистых заболеваний? Чаще всего это инфаркты миокарда, чаще всего это инсульты. И когда случился уже факт инсульта или инфаркта, то есть случилась сосудистая катастрофа, это значит, уже упущено время. Надо было немножко раньше позаботиться о своём здоровье, обратиться к врачу, когда появляются первые симптомы заболеваний. Да, зачастую отсутствует привычка профилактики. Профилактики. Всегда наш русский человек надеется на то, что это пройдёт, это можно не лечить. Да, то, о чём мы постоянно говорим в этой программе. Но опыт показывает, что сколько бы мы об этом ни говорили, наверное, всё-таки мы говорим мало. Потому что даже вся статистика вызова в скорой помощи говорит о том, что человек, уже испытывая явные симптомы какой-то сосудистой катастрофы, вызывает тоже скорую помощь уже спустя часы. А именно первые часы, первые минуты. Они самые важные. Сосудистая катастрофа – это самое важное. Поэтому я думаю, что уместно напомнить о грозных симптомах инфаркта миокарда, инсульта. Патология сердца и, в частности, такое угрозное заболевание, как острый инфаркт миокарда, чаще всего, я подчёркиваю, что в медицине не бывает абсолютных каких-то правил и величин. Чаще всего инфаркт миокарда проявляется выраженной болью за грудиной. Это очень характерная боль. Это давящая боль. Боль, внушающая чувство страха у человека. Это выраженная боль. Эта боль иридирует, то есть отдаёт в левую верхнюю конечность, в руку. Она может отдавать в челюсть. Может быть, спонтанная дышка, то есть внезапно возникшая. На все эти симптомы нужно обращать внимание. Может быть, немотивированное резкое падение артериального давления. Это всё те симптомы, которые требуют немедленного обращения в скорую медицинскую помощь. Да, ещё как можно почувствовать падение артериального давления? Падение артериального давления чаще всего сопровождается выраженной резкой возникшей слабостью, холодным потом, головокружением, мушками перед глазами. Ну и, слава богу, сейчас в настоящее время у большинства людей есть аппараты для измерения артериального давления. Конечно, в этих случаях лучше давление измерить. Но не только инфаркт миокарда проявляется падением давления. Очень много грозных заболеваний. При которых наблюдается падение артериального давления. А какие ещё заболевания? Давайте ещё перечислим. Они не обязательно сердечно-сосудистые заболевания. Если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, это может быть и грозные катастрофы внутримозговые кровозлияния, которые сопровождаются падением давления. Это могут быть кровотечения большие, сопровождающиеся падением давления. То есть это очень много симптомов. В любом случае резкое, необъяснимое ничем падение давления требует. Обращение за медицинской помощью. Но сейчас мы говорим об остром инфаркте миокарда. Симптомы инфаркта мы перечислили. Давайте ещё раз. Ещё раз. Боль за грудиной. Это боль за грудиной. Либо в левой половине грудной клетки. Которая отдаёт либо в левую верхнюю конечность, может отдавать в челюсть. Это падение артериального давления, может быть обморочное состояние. Но реагировать надо прежде всего на боль, характерную в области грудины. То есть как только человек почувствовал, осознал у себя эти симптомы, один или несколько, то немедленно обращаться уже в медицинское учреждение. И чаще всего эти симптомы возникают всё-таки при какой-либо физической нагрузке. И если появилась давящая боль за грудиной при физической нагрузке, это повод обратиться к врачу. Даже если это не инфаркт миокарда, это может быть проявлением стенокардии, то есть ишемической болезни сердца. Что-то же не очень приятно. Инфаркт миокарда – это ишемическая болезнь сердца. Просто есть стабильные формы ишемической болезни сердца, к которым относится стенокардия напряжения. И есть уже острые формы ишемической болезни сердца, к которым относится, в частности, инфаркт миокарда. Боль за грудиной, связанная с нагрузкой, ирадиирующая либо в руку, либо в челюсть, падение артериального давления. Дальше какие ещё? Хотелось бы напомнить симптомы инсульта. Обязательно. Для наших пациентов. Здесь более разнообразные проявления могут быть. Мы знаем, что инсульты бывают ишемические. Когда нарушается кровоток по внутримозговым сосудам, и возникает зона ишемии мозга, затем инфаркта мозга. И бывают геморгические инсульты, которые связаны с прорывом крови либо в супарахноидальное пространство, либо внутри мозговой ткани. Симптомы инсультов проявляются различным образом. Прежде всего, это нарушение речи. Это может быть появление онемения или потери чувствительности или двигательной активности в конечностях на одной стороне. Это может быть выраженная головная боль, выраженное головокружение, которое не проходит в положении лёжа. Все эти симптомы требуют обязательного, срочного обращения за медицинской помощью. Потому что именно медицинская помощь, квалифицированная в первые часы, позволяет ограничить ту зону ишемии, а впоследствии инфаркта мозга. И, естественно, потом уменьшить те дефициты неврологические, которые обязательно развиваются, если вовремя не лечить инсульты. Ещё о чём-то напомним слушателям? Ну, мы сейчас с вами говорим о уже случившейся катастрофе сосудистой. Есть и другая страна. Здесь, наверное, уместно поговорить, что нужно делать, чтобы не случилась сосудистая катастрофа. Важно, во-первых, профилактировать повышенное артериальное давление. Каким образом? Безусловно, существуют немедикаментозные способы снижения давления. Но если у человека уже есть артериальная гипертензия, зафиксированная, неважно, там, первичная, вторичная, это, безусловно, медикаментозная терапия. Причём не эпизодическая, как хотелось бы большинству наших пациентов. Это практически пожизненный приём гипотензивной терапии. Здесь не должно быть никаких иллюзий у пациента. Если выставлен диагноз гипертонической болезни или какой-то вторичной артериальной гипертензии, это приём гипотензивных препаратов пожизненный, обязательным контролем у врача. Потому что существует очень много нюансов действия препаратов, требуется коррекция дозы, подбор дозы препарата. Поэтому обращаться к врачу для подбора гипотензивной терапии нужно обязательно. И это уже доказано во всём мире, что качественный контроль артериального давления спасает человека от тех сосудистых катастроф, о которых мы сейчас говорили. Ну и существует ещё множество других состояний, которые тоже профилактируются качественной коррекцией артериального давления. Поэтому я призываю всех наших пожилых людей обязательно регулярно измерять артериальное давление. И если оно выше 140,85 мм тотного столба, обращаться к врачу для подбора гипотензивной терапии. Сейчас, поверьте, есть все условия, чтобы получать, принимать качественные препараты. А чем мы ещё предостережим слушателей и особенно пожилых людей? В плане сердечно-сосудистой патологии это, безусловно, контроль веса. Потому что ожирение в настоящее время является очень серьёзной проблемой для общества. Есть возможность сейчас хорошо питаться. И повышенный колораж пищи в настоящее время у людей. Поэтому ожирение требует тоже очень серьёзного подхода. Не надо к этому относиться, что я ничего не ем, и всё равно у меня повышенный вес. Чудес на свете не бывает. Здесь возможен различный подход. Если человек сам способен ограничивать свой колораж пищи, следить за правильным рационом, чтобы было сбалансированное соотношение белков, углеводов и жиров, очень хорошо. Но чаще всего требуется всё-таки помощь специалиста. И здесь специалисты разных профилей могут помочь в решении этой проблемы. Я думаю, здесь уместно обращение к эндокринологу для исключения каких-то эндокринных нарушений, в частности гипотириоза, сахарного диабета и других метаболических нарушений. И можно обращаться к диетологу, который поможет составить правильный рацион питания, научит основным принципам здорового снижения веса. Потому что никогда я не перестану говорить о том, что соблюдение различных диет, каких-то монодиет на одном продукте, это ни к чему хорошему не приводит. Да, и тем более для людей пожилого возраста это просто неприемлемый вариант. То есть ограничение – это не вариант? Ограничение колоража – это вариант. Сбалансированная пища – это вариант. А вот голод длительный или применение каких-то одних продуктов для снижения веса, там есть разные модные диеты, яблоки, гречки и так далее, это, конечно, не вариант. Поэтому в Центре Лайт есть все эти специалисты. И эндокринолог, и диетолог в Центре Лайт. И у нас практически во всех филиалах, и на Гостином переулке, и на Менделеево 26, а Карла Липнихта 120 у нас есть кардиологи. Поэтому наши уважаемые пожилые люди могут обратиться к кардиологам, которые все вышеперечисленные проблемы смогут вовремя распознать, диагностировать, потому что у нас есть весь спектр инструментальной диагностики. Может быть, тоже об этом стоит сегодня сказать, что вот с теми проблемами, о которых мы сейчас говорили, обязательно нужно проходить эхокардиоскопию, то есть ультразвуковое исследование сердца с определением всех необходимых параметров, чтобы прогностически сказать человеку и правильно подобрать лечение. И для пожилых людей очень актуально доплеровское исследование брахиоцефальных сосудов. Это что такое? С помощью этого исследования, тоже ультразвукового, это неинвазивное исследование, определяется кровоток по тем сосудам, которые питают головной мозг. Насколько они проходимы? Насколько они проходимы, и есть в них бляшки. Потому что для пожилого человека, скорее всего, уже априори эти бляшки скорее всего есть. Но важно знать, насколько они затрудняют гемодинамические, насколько они гемодинамически значены, насколько они затрудняют кровоток. И вот эти самые бляшки брахиоцефальных сосудов, в частности, в сонных артериях, это факторы риска инсультов, о которых только что мы с вами говорили, атеротромботических инсультов, когда отрывается частичка этой бляшки. Не перекрывает. Да, нестабильные бляшки, она дальше летит в сосуды головного мозга, потоку крови, и вот вызывает инсульты, то есть инфаркты мозга с последующим развитием некрозов, то есть омертвение части мозга и, соответственно, выпадение функции данной области головного мозга. Поэтому, когда человек знает о проблеме, знает, что у него есть бляшка гемодинамически значимая, у этого человека есть возможность дальше пойти и обратиться к сосудистым хирургам, которые выполняют сейчас различные операции на сонных артериях, производится и стентирование сонных артерий. Это тоже в Сентрилайк проводится? Нет, это уже высокотехнологичная медицинская помощь, она в условиях Кировской области, конечно, она присутствует, безусловно, она проводится в крупных лечебных учреждениях, безусловно, не в ЛАЙТе, это серьёзные операции. Но, во всяком случае, это исследование не ради исследования, это исследование, которое имеет абсолютно точный практический выход. То есть либо показано оперативное вмешательство, либо не показано. И когда вовремя человек узнаёт о проблеме своих брахиоцефальных сосудов, когда есть бляшки гемодинамически значимые, это позволяет вовремя провести операцию и таким образом предотвратить развитие инсульта. Таким образом, Ирина, получается, что если даже у человека всё вроде стабильно с давлением, не скачет, всё ровненько, всё равно нужно пройти консультацию и посмотреть. Я думаю, что вот такое скрининговое исследование брахиоцефальных сосудов, в частности сонных артерий. А как часто нужно такие обследования проводить? В частом исследовании такой необходимости нет. Если у человека выявлено сужение сосудов атеросклеротическим процессом, врач обычно назначает контроль через нужный промежуток времени. Кому-то через два года, кому-то через год, кому-то через полгода, в зависимости от процентного сужения сосуда. Ну и здесь тоже уместно говорить о контроле липидного спектра крови, о нашем любимом холестерине, который сейчас очень моден, и слава Богу, что наконец-то нашего населения дошло, что нужно его контролировать. И важно контролировать не только холестерин, но и его фракции липидные, то есть липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности, потому что их соотношение очень важно именно в процессе атерогенеза, образования бляшки атеросклеротической. А чем ещё напомним слушателям, пенсионерам? Может быть, уже от проблем кардиологических... Перейдём к другому. Да, ещё возвращаясь к кардиологическим проблемам, должна сказать, что аритмия – это очень важный момент, о котором я не сказала ранее. После 60 лет удельный вес аритмии тоже достаточно высок. И аритмия, особенно так называемая мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия, они тоже очень опасны в плане развития инсультов. То есть в структуре инсультов кардиоэмболические инсульты занимают очень большой процент. Это очень тяжёлые инсульты. Поэтому людям, у которых есть нарушение ритма сердца, у которых есть особенно мерцательная аритмия, нужно обязательно обращаться к врачу. Это может быть и кардиолог, и это может быть и аритмолог. И в Центре диагностики и лечения ЛАЙТ ведётся приём, помимо кардиологов, прекрасным, очень опытным доктором-аритмологом, который может не только медикаментозно решить проблему аритмии, что тоже немаловажно, но и производит тестирование электрокардиостимуляторов, потому что в пожилом возрасте тоже достаточно много людей, у которых уже имплантирован электрокардиостимулятор. И раз в полгода такие пациенты должны обязательно проходить тестирование кардиостимулятора, и мы тоже такую услугу выполняем, и замечательный опытный доктор у нас ведёт этот приём. Самостоятельно можно диагностировать аритмию? – Аритмию, как правило, человек ощущает. Ощущает перебои в сердце, чувство запинки в сердце. Но определить тип аритмии, как правило, человек сам не может. Существует... Вообще аритмология – это очень сложная область кардиологии, поэтому здесь 100% нужно обращаться к врачу. Некоторые аритмии прогностически не опасны. Другие аритмии, вот о чём я сейчас говорила, мерцательная аритмия или фибрилляция предсердия – это прогностически опасный вид аритмии. – Ну что, с сердцем разобрались? – С сердцем разобрались. – Идём дальше. – Идём дальше. Конечно, с возрастом, чем старше человек, тем выше риск онкопатологии. Как бы вот это не печально звучало, но это факт. Поэтому онконастороженность нужно иметь обязательно каждому человеку, независимо, наверное, от возраста, а с течением времени ещё больше. Но ни в коем случае не в какую-то фобию. – Не паниковать. – Да, не паниковать. Конечно, нужно регулярно проходить осмотры. Для женщин это, безусловно, маммография, это, безусловно, осмотр гинеколога, потому что патология шейки матки, к сожалению, растёт. И без осмотра гинеколога, без проведения кольпоскопии, без забора мазка на цитологию диагностировать рак шейки матки. Можно такими простыми, казалось бы, способами, но не всегда женщины посещают вовремя гинеколога. Поэтому я призываю всех пожилых людей, пожилых женщин, обязательно раз в год посещать гинеколога с приведением мазка на цитологию для предупреждения онкопатологии. Существует, естественно, УЗИ малого таза, который тоже может помочь вовремя диагностировать онкопатологию. И, ещё раз повторюсь, обязательно нужно всем женщинам проходить маммографию. – О мужчинах что скажем? – О мужчинах мы не забудем про мужчин. Мы скажем, что обязательно мужчинам после 40 лет нужно делать устразвуковое исследование простаты, так называемой ТРУЗИ. И обязательно для, тем более, пожилых людей, это исследование крови, так называемый ПСА, простат, специфический антиген, который является специфическим для онкопатологии предстательной железы. Но это мы в таком гендерном плане поговорили. А в общей популяции, конечно, надо думать и о желудке. Поэтому с определённой периодичностью надо проходить фиброгастродиоденоскопию. – Это что такое? – Это эндоскопическое исследование желудка, когда с помощью специального прибора оптического… – То есть та самая лампочка, которая прабатывает. – Вот, да, да. То, что в народе называется лампочкой, это та самая лампочка, которая позволяет визуализировать слизистую желудку и видеть различные её изменения. Это могут быть и различные предраковые состояния, к которым, в частности, относятся и атрофический гастрит, так называемый, который очень часто бывает в пожилом возрасте. Надо о нём просто знать. И с определённой периодичностью делать ФГДС. – Ирина Ильиновна, а насколько комфортна эта процедура теперь? Потому что помню, что были времена, когда это был огромный дискомфорт. – Вы знаете, современные эндоскопы, во-первых, они достаточно тонкие. Во-вторых, это исследование, опять-таки, благодаря качественной оптике длится очень недолго. – А сколько? – Но в зависимости, опять-таки, от ситуации и от анатомических особенностей пищевода пациента. Но это в любом случае исследование длится недолго. Понятно, что приятного в нём мало, потому что рвотный рефлекс у всех выражен по-разному. Но бояться этой процедуры не надо. И если есть какие-то симптомы, надо обращаться. – А какие могут быть симптомы? – Если говорить об онкопатологии, симптомы в целом могут быть самые неспецифические. Это слабость, недомогание, снижение веса. Это, безусловно, анемия непонятная, когда снижается гемоглобин у человека, вроде бы без видимых кровотечений. Если мы говорим о онкопатологии желудочно-кишечного тракта, это появление чёрного стула. Чёрный стул говорит о том, что где-то в верхних отделах желудочно-кишечного тракта имеется кровотечение, кровоточивость, так скажем. Это, безусловно, появление крови в кале. Это очень грозный симптом, который требует обязательного обращения к врачу, в частности, к коллопрактологу. Если мы говорим о онкопатологии нижних отделов желудочно-кишечного тракта, то есть существует фиброколоноскопия. Это осмотр слизистой кишечника. Но в таких случаях, когда у человека есть какая-то онконастороженность, я думаю, что правильнее всего обратиться к терапевту. Не обязательно сразу идти к какому-то профильному специалисту, онкологу или гастроэнтерологу. В этих случаях, когда есть у человека какие-то сомнения, можно обратиться к терапевту, который в состоянии, грамотный терапевт, оценить все вот эти малые симптомы онкопатологии и произвести качественное обследование. И в Центре диагностики и лечения ЛАЙТ есть очень хорошие терапевты, очень грамотные, квалифицированные терапевты, которые, безусловно, разберутся со всеми проблемами и в случае необходимости назначат консультацию уже онколога или какого-то профильного специалиста. Это все основные проблемы, факторы риска, которые могут встретиться в пожилом возрасте? Нет, безусловно, нет. Меня хватит за одну программу. Одну программу не хватит, к сожалению. Безусловно, и про онкопатологию мы можем говорить еще очень долго. Нельзя не затронуть патологию, онкопатологию, риски онкопатологии легких. Для куряющих людей в особенности. Ну и вообще для всех людей надо не забывать, что флюорографию нужно обязательно проводить регулярно. Регулярно это как часто? Раз год. Раз год. Раз год. Есть определенные контингенты, когда надо и чаще, но в целом раз год. Но это же по показаниям. Да. И проблема курения, как для всех, для пожилого человека, это тоже актуальная проблема. Я прекрасно понимаю, что если человек курил 40 или 50 лет, он вряд ли в 60-70 лет бросит эту вредную привычку, поэтому, наверное, надо тоже помимо флюорографии обращаться к пульмонологу. Думаю, что, может быть, в онкопатологию больше не стоит углубляться, потому что в зависимости от локализации будет и соответствующие рекомендации. Поэтому в целом я могу сказать, что есть и есть у человека какие-то подозрения, либо наследственный анамнез неблагоприятный, либо какие-то симптомы, которые настораживают человека, это снижение веса, появление анемии, о чем мы сейчас говорили, появление черного стула или, наоборот, свежей крови в кале. Это повод обратиться как минимум к терапевту. Обязательно. Говоря, опять-таки, о возрастных проблемах, проблемах пожилых людей, наверное, надо поговорить о патологии опорно-двигательного аппарата. Безусловно, все пожилые люди чаще всего страдают так называемыми остеохондрозами. Часто. Поэтому здесь тоже есть все условия для консультации лечения в Центре диагностики лечения ЛАЙТ, потому что у нас принимают прекрасные неврологи. У нас есть вся диагностическая база, начиная от рутинных методов исследования, как рентген, так и заканчивая магнитно-резонансной томографией, которая позволяет выявить все возможные патологии позвоночника, как и дегенеративного характера, так и воспалительного. И для пожилых людей, безусловно, актуальная тема ревматологии, патологии суставов в том числе, потому что ревматологи не только занимаются патологией суставов, это гораздо шире специальность, но для пожилых людей, безусловно, актуальна тема остеоартроза или остеоартрита, как сейчас принято называть. Это дегенеративное заболевание суставов. Ну, дегенеративное слово, может, такое не очень оптимистическое. Неприятное. Да, но тем не менее, суть этого заболевания в том, что происходит изменение качества хряща, хрящевой ткани. Мы знаем, что все суставы у нас покрыты хрящевой тканью. Хрящевая ткань теряет свои свойства, которые должны присутствовать. Это эластичность, это свойство амортизировать наши движения. Хрящ становится неэластичным, неблестящим, и он хуже выполняет свои функции. И возникают костные разостания в суставе, которые, естественно, травмируют синовиальную оболочку, травмируют окружающие ткани, возникает выраженный болевой синдром. Может возникнуть и воспаление, то есть вторичный синовид в суставах. Эта проблема очень актуальна, поэтому призываю наших пожилых людей, уважаемых, обращаться на прием к ревматологу. У нас, опять-таки, во всех филиалах, в том числе и в Слободском, осуществляется прием ревматолога. Можно в удобное время попасть к данному специалисту. Таким образом, сегодня мы убедились в том, что помимо уже привычных, наверное, таких вот качеств жизни, необходимо заняться приобретением еще нескольких в пожилом возрасте. Это, во-первых, самоконтроль, диагностирование и давление проверять нужно самим, как бы не было, как бы не хотелось, но все равно проверять нужно. Это активная жизненная позиция. И, конечно же, самое главное, наверное, это постоянное, частое посещение врачей. Ну, обоснованное. 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 Ну и для самоконтроля, наверное, тоже какого-то это не помешает сделать. Я думаю, что каждому человеку, каждому пациенту нужно иметь своего доктора. Обязательно. И иметь своего терапевта, я бы сказала. Потому что терапевт в состоянии выявить проблему и направить к нужному доктору, Да, если он сам не может заняться этой проблемой, он же не может являться специалистом во всех областях медицины, он в состоянии правильно человека сориентировать, к какому специалисту пойти на прием. Поэтому для всех, у кого есть сомнения в состоянии своего здоровья, я рекомендую начать с терапевта. Обязательно. И все специалисты, которых мы сегодня перечислили, и терапевты в том числе, работают прекрасно в центре ЛАЙТ. И на все эти услуги, как я понимаю, Дарья, действует в течение октября месяца, с 1 по 31. Действуют скидки на все услуги, на все консультации, на все инструментальные, лабораторные исследования. Действует скидка 15% для лиц пожилого возраста. Для пенсионеров. Для этого нужно предъявить пенсионное удостоверение. Так что призываем вас обращать внимание на свое здоровье, не забывать о качестве своей жизни, о бодром настрое. И желаем всем здоровья. Сегодня в гостях у нас была Ирина Иванова, заместитель директора по медицинской части Центра диагностики и лечения ЛАЙТ. Ирина Ивановна, спасибо вам большое за грамотный рассказ. Спасибо, Вера, вам. Очень приятно. А всех пенсионеров в течение всего месяца поздравляем. Я присоединяюсь к поздравлениям и желаю всем здоровья, бодрости и активной жизненной позиции. Да, и будьте здоровы. Будьте здоровы. Всего доброго. Всего доброго. Слушайте доктора Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.